Всем привет! Сегодня новая подборка интересной электроники. Она очень полезная и точно вам пригодится. Первый товар это достаточно популярный браслет от фирмы Xiaomi. Верхнюю его панель занимает OLED-дисплей и чувствительная к прикосновениям кнопка. Изображение на экране за счет использованной матрицы прекрасно читается на солнце и не слепит в темноте. Значительную часть времени дисплей темный и включается только при необходимости. Например, при нажатии кнопки, при входящем оповещении или необходимости взглянуть на часы. Кнопка емкостная, не реагирует на сторонние предметы. Браслет все так же умеет следить за активностью, частотой сердечных сокращений, считать калории, шаги, расстояние и т.д. Шагомер у новинки усовершенствованный и, по словам производителя, более точный. Браслет способен работать в сложных температурных условиях от плюс 70 до минус 20 градусов. В случае переохлаждения время автономной работы сокращается до 128 часов. Xiaomi Mi Band 2 способен выдержать падение на твердую поверхность с высоты 1,2 метра. Цена 1470 рублей. Умное зарядное устройство от фирмы Opus. Оно предназначено для различных типов аккумуляторных батарей. Имеет 4 независимых слота для зарядки аккумуляторных батарей различных типов и размеров. Так же устройство включает в себя обнаружение перегрева для защиты аккумуляторных батарей. Зарядка предназначена для таких батарей типа 2А, 3А, 18650, 14500, 16340, 10440, а так же совместимость 10340 и так далее. Цена 1590 рублей. Xiaomi Mi Max 2. Диагональ дисплея 6,44 дюйма и его разрешение 1920х1080 пикселей. Детализация здесь хорошая 342 ppi. Разглядеть отдельные пиксели на экране очень сложно. Snapdragon 625 это процессор, который используется здесь. И хоть он менее мощный чем Snapdragon 650, который используется в прошлой версии, но по некоторым важным показателям он все-таки лучше. При своих 210 граммах веса эта махина не кажется тяжелой. Тем более, что в корпус вместили и огромный аккумулятор, и стереодинамик, и инфокрасный порт для управления бытовой техникой. А так же есть гибридный слот, который заставляет выбирать между двумя сим-картами, или одной microSD-флэшкой. В качестве основной камеры в Xiaomi используется сенсор от Sony IMX386. Этот сенсор активно используется компанией Xiaomi и установлен на многих новых смартфонах. Mi Max 2 это смартфон с самым большим аккумулятором в компании. Его емкость 5300 мАч. В совокупности с высокой энергоэффективностью процессора он показывает потрясающие результаты. Смартфон спокойно держится более двух суток, а при умеренном использовании может продержаться даже больше. Цена 12940 руб. Nitecore P36 это замечательный фонарик. Максимальная его мощность до 2000 люмен. При времени работы до 325 часов на одном заряде. Фонарик имеет 10 уровней яркости и 5 специальных режимов для различных возможностей использования. Также он имеет высокую эффективность сборки схемы, что обеспечивает надежность. Металлический ободок из нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений. Фонарик водонепроницаемый в соответствии с IPX8 и ударопрочный при падении до 1,5 метра. В нем используются аккумуляторные батареи типа 18650. Цена фонарика 3530 руб. Спортивные наушники QY7S. Используют Bluetooth версии 4.1 и способны связываться с вашим мобильником на расстоянии до 10 метров. В этих наушниках используется литий-ионный аккумулятор на 85 мАч. При таком заряде наушники могут проигрывать музыку до 4,5 часов подряд. При этом чтобы полностью зарядить аккумулятор необходимо всего 1,5 часа. Без работы они держат заряд до 100 часов. Цена 410 руб. Потолочный светильник Xiaomi E-Lite. Разработан с милой и забавной внешностью и здоровым мягким светом. Светильник рассчитан на детей и является очень продуманным решением. 240 высококачественных светодиодов, чей индекс светопередачи до 95. Они выдают естественный свет без влияния на зрение. В светильнике используется IP60 пылезащита. Подключается светильник Mi Home и можете управлять через Wi-Fi со своего мобильного устройства. Цена 4120 руб. Xiaomi Mi Bluetooth спикер выполнен в прямоугольном корпусе, используя металл в конструкции, а именно алюминий. Он находится везде, кроме боковины. Два динамика спрятаны под перфорацией, в нижней части которой красуется логотип Mi. На правом торце расположены кнопки включения и паузы, а также увеличения и уменьшения громкости. Слева имеется разъем мини-джек 3,5 мм, а также есть микрофон и micro USB слот для карт памяти. За счет минимальных размеров, веса и продолговатой формы колонку можно носить хоть в кармане штанов. Маленький Boombox имеет встроенный аккумулятор на 1500 мАч. Автономность составляет около 10 часов при прослушивании музыки по Bluetooth на средней громкости. Время зарядки у колонки также практически одинаково. Около 2-2,5 часов при использовании сетевого адаптера в 2 Ампера. Цена 2020 рублей. Apple 737s не является компактным ноутбуком в полном понимании этого словосочетания. Диагональ экрана тут 13,3 дюйма. Такие размеры переводят машинку в категорию универсальных устройств, которые балансируют на грани. А именно на грани между легкостью и удобством использования. Габариты ноутбука 33 на 23 см, а вес 1,1 кг. В наличии два разъема USB 2.0, аудио выход на 3,5 мм, мини-HDMI и слот для карточек памяти в формате SD. Внутри процессор Intel Cherry Trail X5 Z8350, состоящий из четырех ядер. За графику отвечает Intel HD Graphics, оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ. В ноутбуке также есть веб-камера на 0,3 Мп, ну и аккумулятор на 8000 мАч. С таким аккумулятором ноутбук способен продержаться при выполнении обычных рядовых задач не более 5-6 часов. Цена 15300 рублей. Xiaomi MiGi DVR – автомобильная камера или авто видеорегистратор. В нем используется линза Sony IMX323 и дисплей 2,7 дюйма. Под дисплеем находятся сенсорные кнопки, которые имеют белую подсветку. На верхней грани видеорегистратора находится кнопка включения и выключения, а также разъем microUSB. На левой и боковой грани видеорегистратора закрывающий microSD разъем под карту памяти. Видеорегистратор использует аккумулятор на 240 мАч и записывает видео в качестве 1080p 30 кадров в секунду. При всем этом он имеет очень маленькие размеры. Цена 2700 рублей. Карта памяти microSD от компании Samsung. Это карта памяти 10 класса на 128 ГБ и используется во многих устройствах. Главное помнить, что в некоторых устройствах есть верхний предел для емкости карты памяти. То это конечно же при покупке нужно учитывать. Цена 2680 рублей. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же киби кошелька. Условия поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе вк и на моем втором ютуб канале. Ссылки будут в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова